Северянка Северянка это печь рекордов. В 80-х, чтобы ее возвести, было перевезено 14 миллионов тонн грунта и построено больше 150 объектов. Домно проектировали 40 институтов, в строительстве участвовали 13 тысяч человек. Стоимость комплексов те годы составила около полумиллиарда рублей. Вот это роспись, так скажем, да, свальщика, который здесь работал, ЧСК, то есть это Челябинская сталь конструкция. Это была по-настоящему всесоюзная стройка, рассказывает старший водопроводчик Геннадий Силанти. Он один из немногих сотрудников, кто работает на Северянке все 35 лет. В 86-м году задувка Пятой домной была сравнима с запуском ракеты в космос, вспоминает Геннадий Геннадьевич. Было морозно, и когда полетели первые искры, вот чугуна, это надо было видеть, то есть вот зарево, да, это все вот озарилось. И восторженные просто люди, вот они действительно там с криками ура. Северянка 20 лет была в книге рекордов Гиннесса как крупнейшая домна в мире. Сейчас она остается таковой в Европе. Ее объем 5580 кубических метров, высота 105 метров. Для сравнения, это как 35-этажный дом. Пятая печь производит 50% чугуна на Череповецком металлургическом комбинате. У Северянки беспрерывный рабочий цикл. Она должна быть постоянно заполнена сырьем. Ежедневно в нее загружают 336 вагонов с различными материалами. В начале своей жизни печь плавила 3,8 миллиона тонн чугуна в год. И суточная производство в районе 10-11 тысяч было тонн чугуна. Сейчас рекорд у нас 14, чуть больше 14 тонн чугуна в сутки и 4,7 миллиона тонн. Агрегат не работает всего 11 дней в году, когда идет плановый ремонт. 15 лет назад пятую дом намодернизировали. Появился современный пульт управления. Несмотря на то, что на объекте занимаются черные металлургии, вход в помещение только в бахилах. А внутри имеется даже аквариум с рыбками. Все, что выходит из Северянки, используется на производстве. Чугун, шлак и доменный газ. Воздух прошел, горение углеродного кокса на фурмах произошло. Выходит доменный газ, где большое содержание ЦО, горючий. Он очищается, проходит через газоочистку, поступает в межсаховой газопровод. И мы его используем, также обратно забираем и используем для нагрева копиров. Этим газом мы себя греем. Также газом обогревается аглофабрика, коксохим, прокатный цех нагревательной печи. Также ТЭЦ подает тепло в город, до набережной. Это все нашим доменным газом. Сейчас сотрудники осваивают на Пятой домне новую технологию с повышенным содержанием природного газа. Это позволит снизить выбросы углекислого газа. Следующий капитальный ремонт Северянки запланирован на 2023 год. Александр Шагичев, Сергей Павлов, Новости.